Итак, для набивки голени нам потребуются некоторые инструменты и приспособления. Самые простые из них. Резиновый мячик, он может быть гладкий, а может быть вот такой с шипами. Достаточно упругий. Вы можете использовать вместо такого мячика просто мячик для большого тенниса. Воздействие этого мячика оказывает давление на кожу и подкожную клетчатку. Когда мы очень сильно его давим, то оказываем проникновение на поверхностную фасцию. Потребуется легкий, полый или просто легкий, жесткий, шарообразный предмет. Я пользуюсь колобасой, Михаил пользуется колобасой, парни, которые тренируются, тоже пользуются колобасой. Суть его в том, что это круглый, твердый, но очень легкий предмет. И поэтому, когда вы действуете этим предметом, вы воздействуете уже на поверхностную фасцию и клетчатку, лежащую под ней. Мяч, который очень твердый и тяжелый. В идеале это шар для бильярда. У меня под собой нет здесь бильярдного шара, я взял, он тяжелый и твердый. Этот шар оказывает воздействие на глубокие мышцы, кости, надкосницу и структуры, которые к ним прилегают. Бамбуковый веник. Веник для бани. Он продается в любом магазине, где есть банно-прачечные принадлежности. И резинка для денег, чтобы формировать пучок. Он действует так же, как этот мячик. Более глубокое воздействие осуществляют легкой полой деревянной трубкой. В данном случае это бамбуковая трубка. Ее можно заменить полихлоровиниловым или пластмассовым отрезком от какой-нибудь трубы похожего диаметра или размера. На самые глубокие мышцы, на надкосницу и глубокие сосуды действует вот такая деревянная палка, которая накатывает и которая производит хлопающее движение. И самое-самое сильное и самое глубокое воздействие оказывает вот такой отжимной валик. Отжимной валик для принтера. Я взял его из старого принтера. Он имеет очень упругую оболочку. Эта упругая оболочка помещена в скользящую оболочку и стальной сердечник. И воздействие очень глубокое. Нам потребуется мешок. Матерчатый мешок, в который мы засыпаем крупу. Перловую крупу, женичную крупу. На следующем этапе, чтобы формировать, действовать так же это действие с крупой, как этот мячик. На следующем этапе вы можете засыпать туда дробь и тогда он будет действовать, как этот колобас. На последнем этапе вы можете засыпать туда картечь или шарики от подшипника. И тогда он будет действовать, как бильярдный шар. И наш уникальный бальзам, которым мы всегда пользуемся на всех этапах. Его можно использовать до тренировки. Его можно использовать после тренировки. Вообще у нас его имеются разновидности. До тренировки то, что мы пользуемся, он обладает местно раздражающим действием. И он подготавливает сосуды к воздействию физических сил. Ударов, растираний, приливает кровь, кожа краснеет. И вы воспринимаете все очень положительно. После тренировок мы пользуемся таким же бальзамом, но с действием, которое предотвращает тромбообразование и отеки. Вы можете купить такой бальзам или подобный ему, скажем так, в аптеке. Это нестероидные противовоспалительные крема, гели, типа диклофенака. Или смешать его сами. Сюда входит нестероидные противовоспалительные средства. Сюда входит средство, которое поддерживает стенку венозных сосудов в тонусе. Держит клапанные аппараты вен. Клапанный аппарат имеет такую структуру, как крыша домика. И он ее поддерживает. Не дает расходиться створком клапана. Есть средства, которые снимают боль. Есть средства, которые снимают отек. Есть средства, которые снимают аллергические реакции. И местно раздражающие транспортные средства, которые протягивают все это внутрь. Глубоко-глубоко к самым глубоким тканям. Так что данный состав, именно этот, является ноу-хау. Поэтому я о нем подробно не говорю. И еще раз для лучшего запоминания. Набор для базовой проработки голени. Мягкий, упругий, резиновый мяч. С шипами или без. Твердый, легкий, округлый предмет. Тяжелый, твердый, округлый предмет. В идеале это бильярдный шар. Пучок прутьев. На начальном этапе это деревянные прутки. На более позднем металлические. Легкая, полая, деревянная трубка. Это может быть бамбуковая палка или пластиковая трубка. Твердая, крепкая, округлая палка. Специально утяжеленная палка в упругой или смягчающей оболочке. Делается очень просто. Берется металлический пруток или трубка и оборачивается либо тканью, либо тонкой микропорой, либо поролоном. Очень хорошо подходит для этой цели валик от старого принтера. Насыпной мешок. Это мешок, в который засыпается на начальном этапе крупа. А дальше по мере освоения всего курса и увеличения срока занятия по этому курсу, туда засыпаются более твердые агенты. Либо гранулы полиэтилена, дальше это может быть галька, мелкие гайки, шарики от шарика подшипника, дробь и так далее. И специальный бальзам, который используется как до начала занятий, так и после. Бальзам обладает местно раздражающим, анестезирующим, аналогизирующим, противовоспалительным и прочими видами действий.